Гороскоп. С 9 по 15 декабря для всех знаков зодиака. Овны. Многим будут действовать на нервы разногласия в семейной среде или супружеском союзе. Отсутствие взаимного понимания может усугубиться обоюдным упрямством, требовательностью, нетерпимостью. Если накануне произошла разновка, она грозит превратиться в затяжной конфликт. Тельцы. Не исключены множественные осложнения в ходе любого дела, а также в дороге. Вы можете обнаружить, что на некоторых людей нельзя положиться. Возможны системные ошибки в задуманном плане, разочарования в идеале. Чрезмерно и впечатлительно рискуют поплатиться за свои переживания подорванным здоровьем. Близнецы. Начните неделю с приятных забот о себе, здоровья, быта, душевного равновесия. Избегайте излишеств, во всем проявляйте уверенность, аккуратность, сдержанность, последовательность. Вообще не будьте дипломатичны, следуйте этикету, не демонстрируйте слишком явно своих чувств и финансовые интересы. Раки. Удачна будет интеллектуальная деятельность, например, научная разработка или сдача экзаменов. Возможно, неожиданные встречи с интересными незнакомцами или старыми друзьями. Правда, общение с ними может не входить в ваши планы. Приобретенные в этот период вещи оправдывают все ваши ожидания и прослужат долго. Льбы. Отношения с близким будут складываться гармонично у тех, кто, в принципе, миру любви по натуре предпочитает уступить в мелочах. Чтобы избежать конфликтов, обсуждение глобальных проблем непродуктивно и может превратиться в обмен упреками, если вовремя не положить конец такому разговору. Девы. Стоит обратить особое внимание на то, как складываются отношения с окружающими. В этот период именно совместная деятельность будет особенно плодотворной и лишь в том случае, если ей не помешают мелкие разногласия по нелепым поводам. Весы. Хозяйственными нуждами и другими насущными делами заебитесь в первой половине недели. Остаток же недели можно встретить в дороге, в компании или весьма захватывающим новым занятиям. Это хорошее время для посещения спортивных мероприятий и участия в коллективных многолюдных праздниках. Скорпионы. Благоприятность, течение обстоятельств и удачные идеи помогут переуспеть в работе представителям знака, которые не боятся попробовать новые, готовые обросить стереотипы и предрассудки. Однако многое зависит от того, сможете ли вы сохранить спокойствие, не поддаться дурному влиянию и не пойти на поводу у своих мимолетных эмоций. Стрельцы. Могут возникнуть проблемы в оформлении документов, в первую очередь необходимые для далеких поездок. Деловые встречи и обсуждения важных вопросов лучше планировать на вторую половину недели, поскольку эмоциональный фон в это время будет более стабильным. Козероги. Резкость и мремота будут сейчас нормальным стилем общения. Поэтому, если что-то хотели сказать, но никак не решаясь сейчас, то смелости у вас хватит на любые подвиги. Физических сил будет очень много. Хорошо бы использовать их как потенциал в мирных целях и с умом. Бодолея. Первые половины недели подходят для уединения. Возможно, временный спад активности. Не исключена рассеянность и сонливость. Поэтому не форсируйте события и не беритесь за ответственные задачи. Если вы полны энергии, вложите ее в завершение какого-либо дела или закончите очередной этап большого проекта. Рыбы. Вам пора пересмотреть групп общения, сделать выбор в пользу нужных связей. Если вам надо с кем-то встретиться или сложить кому-то свои доводы, делайте это сейчас. Это наиболее удачный момент для встреч по конкретным поводам. При этом не стоит подписывать никакие договоренности, особенно творческие и финансовые.